Тарт-рекорди. Ну, отлично. Так, значит, я вообще хотел рассказать о двух таких платформах, как Firebase и CircleCI, как вы можете видеть в названии. И начать я бы хотел, пожалуй, с CircleCI. Я, наверное, включу еще камеру. Может быть, так будет. Как ее свернуть? Ладно, я ее спрячу. Хорошо. Так, значит, начать хотел CircleCI. Наверняка вы слышали такие термины, как CI и CD, Continuous Integration, Continuous Delivery. Это в двух словах, если такая штука... Так, кому-то не слышно. Давайте еще раз, кто-нибудь напишите, если меня кто-нибудь слышит. Слышит. Ну, значит, видимо... Значит, видимо, это локально у кого-то проблемы. Попробуйте, да, перейдите. Так вот, Continuous Integration. В общем, наверняка на любом, ну, почти на любом, наверное, не на любом, возможно, какой-то найдется проект, на котором не настроено CI-сервер. Но в целом на большинстве настроен. И эта штука позволяет немного автоматизировать процесс разработки. Continuous Integration подразумевает собой, что код, который вы пишете в ветках, которые вы создаете, немного быстрее попадет в ваш основной бранч. То есть на момент код-ревью другим разработчикам нужно будет проверить вашу бранчу, прогонять тесты, возможно, какие-то, смотреть, чтобы билд проходил стабильно. Вот. И CI-сервер позволяет автоматизировать этот процесс. Он автоматически за разработчика будет запускать определенные таски, которые там будут настроены, и проверять на, ну, тесты, например. Самые распространенные таски – это проверить на тесты, проверить, что билд проходит. Ну, и еще, конечно же, будет таск на деплой. Деплой – это обычно основная ветка, в которую все межится, и там, откуда идет разработка. Вот. Ну, и мы с вами рассмотрим такую платформу, как CircleCI. Она позволяет это сделать. Она довольно легко настраивается, и вполне дружелюбная платформа для, в принципе, любого разработчика. В ней разобраться не составит особого труда. Значит, тут нам нужно залогиниться. Я логинился GitHub-аккаунтом. Ну, вот, логин из GitHub. Когда я залогинился GitHub-аккаунтом, CircleCI автоматически потянул к себе все мои... Что, все мои проекты из ГИТа. Так. Вот. Во вкладке Add Projects можно смотреть, какие у вас в ГИТе есть проекты, и к какому-то проекту подключить эту платформу. Вот. Я в ГИТе себе уже сделал репозиторий, который... Ну, на котором мы, собственно, и будем работать. Там... Сейчас я покажу, что там есть. Открою его в ГИТе. Вот. У меня в ГИТе есть проект Firebase Task. Здесь я набросал быстренько BlurPlate, который я создал с помощью Tool Create React App. Что такое React? Возможно, вы уже знаете. У вас, по-моему, какой-то Task был. Ну, мы сейчас особо не будем рассматривать сам UI. Мы на этих лекциях будем смотреть больше работу с серверной частью. То есть, то, как общается будет наш клиент с сервером. И какие вообще будут... Какие у нас там будут возможности. Так что на UI вы особо можете не обращать внимания. Но я, пожалуй, в двух словах расскажу. Значит, вот этот проект. Я его подтянул к себе локально. Сюда вот в папку. Вот здесь он у меня в S-коде открыт. Вот эти все файлы Create React App автоматически мне сгенерил. И все, что я тут поменял, это Web.js. Я набросал небольшой темплейт. Как он выглядит? Давайте посмотрим. Тот модуль я уже поставил, так что можно сразу делать старт. Так, открою я это в хроме. А, вот он у меня открыт. Да. Еще не стартануло. 3000 не должно уже работать. А, да, вот все работает. Значит, что тут есть? Логотип, который автоматически был сгенерен. Кнопка Login, кнопка Backup. И вот здесь, в Main секции, массив тудушек. Вот, собственно, и все. Ничего сложного. В коде выглядит это все вот так. Вмещается на один экран. Вот, в хедере логотип, кнопка Login, Logout, Backup, Tudus и массив. Tudus, Map. Это массив тудушек. В тудушках у нас лежат пока что одна тудушка. Вот с таким описанием. Вот она здесь отображается. Значит, как я говорил, хотел начать с Base Circle CI. Поэтому нам нужно будет зайти здесь в дешборде, добавить проект в Airbase Task. Вот он автоматически сюда притянулся. Я могу нажать кнопку Setup Project. Здесь уже все выбрано. Нужно указать, что это проект на JavaScript, на ноде. И вот он предлагает автоматически уже такой простенький файл с настройками, который можно будет уже сразу запускать. Я его скопирую. И здесь в описании сказано, что нужно его положить в папку .circle.ci и файл назвать config.yaml. YAML это такое расширение. Что-то типа JSON, только немного другой синтаксис для конфигурационных файлов. Запись будет. Да, я, по-моему, нажал кнопочку. Да, записывается. Так, вот, создадим папку .circle.ci И в ней файл. Какой? Config.yaml Config.yaml Так. Я сюда это вставляю. И сохраняю. Так, ноду только я поставлю не седьмую, а, наверное, десятую. Потому что седьмой нодой не будет работать в дальнейшем в Firebase. Так, что тут в этом конфигурационном файле? Ну, здесь уже есть парочку степов. Степы это то, что будет делать вся машина автоматически, когда подтянет, когда, точнее, стриггерится вебхук в ГИТе. Когда вы в ГИТ зальете какой-то новый код, Circle.ci подписывается на эти изменения и будет запускать определенные джобы, задачи. Вот. Ну, здесь по умолчанию такая вот простенькая задача. Первый степ у нее это checkout, то есть переключиться в этот бранч, подтянуть код. Потом restore cache. Это что-то типа кэширования нод-модулей. То есть он делает yarn install, и то, что yarn установит какие-то нод-модули, он это все закеширует, чтобы потом каждый раз не переустанавливать. Вот. И потом единственная команда, которая запускается, это yarn test. Команда test запустит юнит-тесты, которые у вас в теории должны быть. Ну, вот, кстати, create react tab создает по умолчанию простенький юнит-тест. Вот. Он создает папочку oifile.apptest. И здесь есть один-единственный тест. Он нам, в принципе, поможет, чтобы можно было протестировать команду test. Вот. Значит, я это добавил. И теперь нужно это все закоммитить. Так, баш в GTA я в branch master. Статус мне говорит, что я этот файлик вот сделал. Я его добавлю. Закоммитуем. CircleCI integration, назову коммит. Так, и запушу. Так. Запушил. Все. Теперь. Вот. Что-то пошло не так. В джобах можно увидеть текущие джобы, которые в данный момент выполняются. Как только я, ну, если мы откроем мой репозиторий в GTA. Обновим. Так, я в мастере. А, я не туда положил папку. Почему-то я ее создал в SRC. Надо ее вытащить на уровень выше. Кладываю еще руками. Сейчас. Вот. Да, она должна лежать в корне. Так, я это перезатру, потому что не туда положил. Так, ну все. Да, теперь она лежит там, где надо. Здесь надо было что-то нажать. Да. Старт билдинг. Надо было нажать. Так. Уже бы стала в очередь. Это хорошо. Хорошо. Так, кто-то не замьют. Да, в очереди. По идее, должна она запуститься, потому что в очереди больше ничего нет. Ладно. Перезапущу. . подозрительный говорит что circle ся версия 1 но конфиге написано что вторая версия а что он не говорит в проектах говорит что он фолла этого это хорошо а вот старый файл файл jobs build так давайте посмотрим возможно надо джобу указать что нужно ее запускать когда-то я это все уже делал поэтому посмотрим что не так да возможно надо добавить workflow так workflows версия 2 звание джоба джоба будет build вот так так но до 10 not 10 браузер складывают так пробуем церковь сайна 10 браузер еще разок вот у Спасибо. Так, закоммиталось. Нет. Странно, как-то нет. А вот это здесь, где я нахожусь. Все чисто. Так, все up to date. Здесь note 10 написано. А здесь нет. О, что-то свалилось. Ну, это хорошо, уже что-то поменялось. No configuration file. Confiq.aml, все на месте. А, у меня опечатка в слове. CircleCI. Блин, здесь переменяю. CircleCI. Окей, вот. Так, еще разок. Да, теперь try. А здесь у нас что? В очереди. Перезапускается. О, отлично. Все, success. Наша задача прошла. Что это значит? Это значит, что теперь у нас задача test. Где она? Точнее, так, это не тот файл. Вот. Задача build. Ну, мы ее переименуем, неважно. Она, в общем, запускает тесты. Надо ее назвать тест. Ну, и теперь, когда вы закоммитуете какой-то новый код, у вас будет автоматически прогоняться тесты. Вы будете видеть, что вы что-то написали, и ничего не свалилось у вас. Это уже хорошо. Еще нужно добавить как минимум одну задачу на build, потому что, чтобы задеплоить ваше приложение, вам нужно сделать build. И, соответственно, для этого нужно, чтобы успешно еще проходила задача на build, чтобы у вас не было никаких ошибок в коде, и внезапно не вылезла какая-нибудь, какой-нибудь exception. Поэтому сяйка должна запускать build, чтобы он успешно проходил точно так же. Вот. Для React-приложения уже существует задача на build. Она так и называется. Сейчас открою package.json. Вот. Она называется build. Эта команда сделает нам бандл нашего приложения, чтобы его потом в дальнейшем можно было куда-нибудь залить на хостинг. Так. Сейчас я ее запущу. Мы посмотрим, что она билдится. Билд. 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 Так, команда build, по идее, должна положить наш билд в папку build. Так, отсюда она возьмет HTML-ку, иконку. Дан. Ну все, да, сбилдилось. Вот наш готовый билд. Его можно куда-нибудь заливать. Я сейчас попробую открыть локально. А, да, его надо открывать в сервере, потому что он не видит других файлов. Так, у меня есть light-сервер? Есть. Ну все, вроде бы все работает. Вот. Значит, для этого я не буду писать заново. Просто скопирую конфиг, который я уже написал. Сейчас я объясню тут эти шаги, которые будут происходить на сяй-машине. Так, значит, у нас помимо теста добавится дроба на build. Добавится, точнее, дроба на savecache она была. Просто теперь здесь она будет вынесена в отдельную задачу. Раньше она запускалась в каждом, в каждой дробе. Каждый раз запускалась в каждой дробе. Теперь это отдельная дроба. Значит, дроба на test, дроба на build. Вот это на deploy. Мы ее пока закомментим, потому что деплоить мы никуда ничего не будем. Пока что. Так, значит, что здесь происходит? Savecache я уже объяснял. Значит, вот это вот. Здесь можно еще оставить двоеточие и как-то дополнительно описывать каждую дробу. Ну, здесь, в принципе, все само за себя говорит. Здесь написано, что тест и build нужно запускать. Вот она рекварит вот эту жобу savecache. То есть пока не пройдет savecache, пока я не установит нод-модули и... Но они не потянутся. Нельзя запускать ни тест, ни build, потому что не будет нод-модулей. Вот. Вот это вот здесь написано. Потом пройдет savecache, и одновременно две задачи, build и тест, параллельно запустятся. Первая проверит, что у нас не падают тесты. Вторая проверит, что у нас билдится наше приложение. Значит, дроба на тест все так же запускает yarn test. Дроба на build то же самое, только она дополнительно еще сохраняет артефакт. Build-артефакт – это вот этот вот набор файлов, чтобы потом его можно... чтобы они никуда не терялись, чтобы к ним потом можно было на себя машине получить доступ и в дальнейшем куда-то задеплоить. Так, не то. Ну, вот это. Значит, сначала запустится команда yarn build, потом все из папки .build скопируется в папку repo build. Вот. Она там будет лежать, и на сей машине можно будет обратиться к этим файлам. Вкратце так. Вот это все, как конфигурится и что, где писать надо, можно найти в доках. Я просто хотел вам показать, как это работает, чтобы у вас... чтобы вы на это меньше времени тратили, если вдруг решите этим заняться. Так, я это сохраню. И задеплоим. Запушу. Коммит. Запушил. Вот. Он увидел, что код поменялся и запускает эти задачи. Так. Почему он запускает build? Почему он build запускает? Что сюда приехало? Опять что-то не так. А, я опять это сохранил в СРЦ. У меня не тут файл открыт. Так, закрыть, это удалить. Вот сюда надо положить. Так, в СРЦ нету. Все. Добавить, закоммитить, запушить. Так, смотрим, что тут. Вот, теперь все хорошо. Сначала запускается SafeCash. Ярно установит свои модули. Спасибо. 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 так установил да и теперь параллельно запустилась две задачи на тест и на билд тест прошел билд прошел ну все теперь в принципе такой минимальный набор для сяки у нас есть и можно пойти в настройки нашего репозитория и защитить наш мастер чтобы туда никто не смог запушить ну поломанные тесты или поломанный код вообще так для мастера добавим rule что вот что нужно перед тем как что-то в мир жить проверять статус и можно проверять чтобы они были признуты и здесь указываем что что нам необходимо для успешного мерша здесь я выбрал что нам обязательно чтобы прошла команда теста обязательно что прошла команда build cfc без разницы ну все создаю ну и теперь вообще по правилам в мастер пушить ничего нельзя для того чтобы мастер попадал код нужно создавать полреквест на это все и полреквест уже будет опробоваться вот автоматически он будет опробоваться circle ся и сервером мастер так все слетел так вот так да еще можно вот требовать review но мы не будем пожалуй потому что я один в этом проекте да все теперь по идее если я что-нибудь запушил мастер то мне не позволят этого сделать я сейчас раскоменчу да добавлю band get push ну да вот он не говорит ошибка почему ошибка потому что не говорит почему ну потому что требуется approves required этих рулов странно должен говорить по идее а он наверное скажет если я просто запушу не force push вот теперь чтобы что какой-то код попал наш в мастер нам нужно делать на этом полреквест и так следующее что мы сделаем допишет нельзя force push так что мы теперь сделаем теперь можно пожалуй начать смотреть в сторону фэрбэйза потому что для того чтобы нам закончить последним степом пилд твой деплой нам нужно будет здесь для начала настроить фэрбэйс так что давайте переключимся туда немного я провел открою консоль так что такое фэрбэйс вообще эта штука довольно полезная и в целом пока вы учитесь на курсах на каких-либо и делать какие-то таски а эта штука может оказаться полезной потому что здесь есть все необходимые инструменты как раз таки для для решения этих задач то есть фэрбэйс это такая платформа которая ну она разрабатана гуглом и этот такой можно сказать аналог а в с вот amazon то есть здесь есть и хостинг и база данных и сервис для авторизации сервис для для амда функций то есть вам какой-то таск если вы делаете вам примерно нужно будет сервенную часть залить на хероку например да потом найти хостинг или это будет битхап пейджис или еще какой-то другой залить туда ваш клиентскую часть приложения если еще вам нужно прикрутить базу данных вы ну как вариант можно пойти в монга млаб вот чтобы не разбрасывать ваше приложение по всем этим сервисам можно как вариант воспользоваться фэрбэйс где все находится в одном месте так я добавлю новый проект назову его точно так же фэрбэйс таск местоположение пожалуй не буду трогать скайп и сша принимаю хорошо создать проект продолжить так проект создался я нахожусь в дешборде вот здесь можно в принципе так мельком посмотреть здесь довольно много всяких сервисов до примерно половина из этих сервисов относится к мобильным приложениям так что они некоторые могут вам и не пригодится но из полезного здесь как я говорил вот есть авторизация база данных storage это файловое хранилище туда можно какие-то пользовательские файлы складывать фотографии там текст все что угодно хостинг функции это лямбда функции на тот случай если вам понадобится написать какие-то эндпоинты простенькие которые будут какой-нибудь джейсон отправлять или не сложная логика еще из того что может пригодиться здесь есть cloud messaging это такая штука которая позволяет рассылать какие-то сообщения пользователям сообщения будут приходить каждому подключенному пользователю и они работают через сервис воркеры если у вас там браузер свернут или открыто другая таба то все равно вам придет это сообщение вы его увидите значит из того что я планирую рассмотреть здесь это вот как раз и будет авторизация база данных storage хостинг функции и вот этот месседжинг ну посмотрим как у нас получится у меня засетаплена четыре лекции что успеем рассмотреть что то и рассмотрим может быть все и успеем так вот значит чего начать проект у нас создан нам нужно его подключить к себе в приложении по моему здесь даже кнопка сразу есть да нам надо вот это вот здесь хранятся айдишники и ключи нашего приложения да надо еще установить собственно сам firebase чтобы установить firebase надо терминал тем и сейф фирб из тулс что и куда устанавливать тоже можно посмотреть в документации на firebase тут довольно богатая документация наверное все что нужно описано маги старт фоу веб да прямо стал фирб из конфиг скопировать сейчас все это сделаем фирб из тулс нам тоже понадобится фирб из тулс это все лайка которая даст нам возможность деплоить наше приложение фирб из а то что написано в доках вот это фирб из это сама библиотека фирб из с помощью которой мы будем общаться с приложением которая в фирб из для того чтобы иметь доступ ко всем функциям фирб из так пока она ставится вот модуль у меня же в гид игнори правильно да пока она ставится создам бранчу фирб из так и назову я так фирб из стала нам надо еще поставить точнее фирб из тулс тулс стала надо писать фирб из фирб из тулс тулс в муж и популяриз убран будь т, в Продолжение следует... Так, ну а здесь вообще я планирую подключить какой-нибудь сервис. Да, нам нужен будет сервис. Я сделаю новый файл, назову его Firebase.service. И пока что это будет пустой объект. Так. Так, все стало. Теперь можно скопировать вот это. У нас будет доступна наша библиотека Firebase. Так, виден только браузер с консолькой. Нет, я... Экран, наверное, завис может. У всех виден только браузер с консолькой. Сейчас, по идее, должен WS-код быть на экране. Норм. Значит... ВС-код. Ну все, значит, кто-то отвалился. Попробуйте опять. Перезайдите. Так, Firebase, да. Что нам с ним нужно сделать? Надо сделать вот это вот. Так, только API свой нужно. Открою обратно приложение и скопирую вот этот API-кей. Так. Так, ну все. Открою. Открою. Теперь, чтобы его использовать, можно начать с авторизации. Так, мы, пожалуй, будем использовать Google авторизацию. Вот. Нужен провайдер. Нужно сделать вот это. Custom параметры не надо. Так. Sign in with pop-up, then function. Вот это все подойдет. Так. Так. Что здесь я скопировал? Провайдер. 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 promise здесь нам придет result и юзер будет врезал ты юзер как написано в доках вот результат юзер юзера мне нужно будет положить стоит поэтому здесь я буду делать здесь стоит юзер вот так пока что не будем рассматривать что-то может и не прийти его так ну вот можно проверить так юзер в стейте у юзера будет картинка и имя но хорошо так что что-то can't resolve can't resolve react вроде над модули на месте ладно всякий случай переставлю фэрбэйс фэрбэйс толсу вот react странно да почему-то и вот там тоже не вижу появился странно что-то произошло с над модулями так еще раз теперь все хорошо да что происходит почему этот поп-ап сразу нам нужно чтобы авторизоваться с помощью google провайдера нужно его разрешить в настройках проекта да вот здесь в авторизации способ входа google надо надо его включить вот сохранить все теперь с помощью google мы должны логиниться успешно почему все равно это окно сразу скайкают да теперь он мне предлагает с окном надо разобраться у меня логин запускает фб логин а логин это он клика да у меня сразу вызывается вот так надо написать все будет хорошо нет все равно выскакивает так фаер а вот это здесь почему находится вот я не удалил отсюда ну все теперь не вылазит на кнопку логин тоже ничего лазит а наш логин сделает фб логин он мне вернет вот это потом по идее должен прийти юзер а здесь он лежит вон клики а нет здесь не надо так делать вот все я здесь никаких параметров просто не передаю да еще раз да теперь он логинит я выбираю пользователям разрешаю приложению добавится да да все я залогинился ну вот фрп с логин теперь работает можно подключать к себе пользователей все залогиненные пользователи будут лежать где-то здесь использование в пользователях да вот здесь будет список пользователей у каждого пользователя будет одежка по этой одежке можно будет настраивать потом право от доступа пользователей к различным сервисам да возможно мы это еще рассмотрим так ну хорошо у нас теперь фэрбэйс проинициализирован и даже работает логин теперь можно попробовать все это наше приложение залить на хостинг фэрбэйса для этого нам понадобится фэрбэйс тулс все лайка и в ней тоже нужно залогиниться так это пожалуй не буду стопать и открою еще один терминал так фэрбэйс 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 и нет я сначала надо залогиниться фэрбэйс логин уже залогиниться фэрбэйс логаут так теперь опять залогиниться нет не надо ничего собирать да разрешить логин success что мне в терминале говорит success все я залогинился теперь надо проинициализировать и нет принципировать приложение вот этот фэрбэйс то что я здесь пишу эта команда которая стала доступна когда я поставил вот это вот фэрбэйс тулс вот этот фэрбэйс эта библиотека которая берется из над модулей подтягивается ко мне в сервис вот сюда а вот этот фэрбэйс это си лайка которая работает с помощью фэрбэйс тулс так значит команды фэрбэйс и нет она тоже из документации в целом она просто подтягивает вот этот весь проект вот эти все сервисы локально на в папку проекта что можно было ими пользоваться когда я готов продолжить я выберу что мне нужно мне понадобится база данных база данных firestore мне понадобится функция хостинг и хранилище вот так проект я выберу так а почему нету почему нету моего текущего проекта вот этого это же этот пользователь да фэрбэйс таск здесь его нет так так подозрительно ладно создам новый но project active понятно попробую тогда еще раз разлагиниться локт аут лог-ин нет так вот что на пользователь кроме случае в хроме hello логин секс с так еще раз и нет да да это вот нет он почему-то его не видит так почему она может не видеть да но это его уже подключил хорошо попробуем еще один сделать фб таск принимаю принимаю проект готов тут он появился да тут он появился здесь еще раз логаут log in нет этот пользователь success и и нет да я готов нет он их не видит это очень странно так ладно что он говорит когда я пытаюсь новый создать но прочих тактих project хорошо project айди у нас какой вот прочих то идеи хорошо может быть так и поможет base и нет проект вот этот да это да вроде бы помогло хорошо так файл для правил такой для индексов такой хорошо я буду использовать я вас крипт если лент я использовать не хочу так в общем сейчас активизировать наше приложение и появилось несколько новых файлов которые позволят дополнительно настраивать позволят настраивать дополнительные сервисы где гид что тут появилась индексы роллы и все а и появилась папка еще functions в папке functions будут лежать лямбда функции которые будут запускаться на на сервере fairbase даем туда сейчас ставят модуля надо их добавить в гид игнор случайно не за коммитить так он ставит доставит папка functions а нет он модули похоже что сюда ставит ладно сейчас посмотрим и 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 папка паблик нужна под названием папка билд сингл печь об да у нас в сингл печь об файл индекс html уже существует нет не надо перезаписывать там уже наш готовый билд это подойдет все комплит так в папке functions до появились not модули надо их добавить гит игнор гит игнор модуль functions я правильно написал да так ну все да теперь чтобы все это дело задеплоить фарбейс такую такой на метод и предоставляет называется деплой можно попробовать найти здесь урл q который будет лежать наш билд так как бы вкус у нас уже установлен продолжить логин и нет мы уже сделали деплой мы еще не делали да но мне бы врл узнать до деплоя ладно не узнаем хорошо давайте за деплоем а нет вот есть отлично да пока что он говорит что ничего не надо не найдено по этому пути сейчас я попробую деплоить то что она надо еще раз сбил здесь потому что мы добавили авторизацию и она уже будет работать поэтому надо еще раз сделать build я он build так что у нас в чате ничего пишите вопросы если что-то непонятно да ну и и и и и и и да еще как вариант можно добавить степ носяйки линд который будет проверять на ошибки синтаксиса если запускать на коде это опционально ну да на самом деле можно много всяких задач придумать так все билд готов по моему да ну отлично все теперь можно деплоить фрб из плой он ли хостинг теперь он возьмет папку билд ту которым указали к паблик язык деплоит это вот сюда вот на тот сервер который возвращает по урал ки вот эту вот страницу он ли хостинг потому что там по умолчанию деплоится не только хостинг а все вот эти вот сервисы которые я указывал принятие лизации там storage functions что этом еще указывал хостинг еще что то вот можно указать что нужно деплоить только хостинг например или только функции ну все деплои комплит теперь наше приложение которое мы сделали доступно вот по этой ссылке ну или здесь можно просто обновить страницу да вот запустилась наш билд крупнее консоль q знаешь то как то можно вот так да так как и хорошо мы задеплоили теперь можно это все дело автоматизировать с помощью нашего сия сервера чтобы как только код попадет в наш мастер бранч автоматически это все деплоилось чтобы не приходилось руками писать тест писать билд писать деплой мы просто нажали кнопку умершие все произошло само по себе для этого нам нужно будет вот эту команду фрб из деплой запустить на си машине то есть нужно будет создать еще одну трубу которая будет она здесь жесть которая будет называться деплой которая будет запускать вот фрб из деплой известно что здесь нам еще понадобится это ключ нашего приложения потому что на си машине мы не можем постоянно логиниться но всякой не знает как залогиниться она сама залогиниться не сможет поэтому существуют специальные токены для си машин этот токен взять можно из точнее это токен автоматически генерируется нам нужно найдем что нам нужно для этого сделать си айтолкин а нам нужно написать фэрбэй слогин си ай хорошо фэрбэй слогин си ай да разрешить success токен вот этот вот но отлично он нам понадобится значит да что тут надо еще сказать вот эта запись означает что вот такое значение будет искаться на си машине переменных при запуске каждой задачи на си машине доступен ну скажем так глобальный скоп там где можно хранить всякие переменные и получать к ним доступ с помощью вот этого спать символа доллар это означает что фэрбэй стокен будет искаться что это не строка фэрбэй стокена переменная которая будет искаться в скопе ся и машине скоп указывается в дополнительных параметрах для каждой дроби если посмотреть на задачу теплой здесь вот написано но скоп называется контекстом контекст фэрбэйс давайте назовем его таск у нас все называется фэрбэй стаск вот для этого на ся и машине должен быть такой контекст идем обратно сюда настройки вот контекст и а есть такой контекст фэрбэй стаск я его удалю мы сделаем заново так делит хорошо удалился отлично заемок контекст пишем заново фэрбэй стаск и правильно написал фэрбэй стаск вроде бы правильно скопировать сюда чтоб не ошибиться так отлично здесь нужно добавить новую переменную которая будет называться фэрбэй стокен да лучше все копировать то опять что-то пойдет не так так и толкин тот который нам сгенерировал фэрбэйс так добавить в конце лайкут тут у нас в конце лайкут да ну похоже на правда хорошо все теперь у нас есть переменная с токеном нам да и у нас есть задачи деплой у нее есть команда фэрбэйс деплой токен вот этот токен отлично это можно убрать пускай будет лад так да что еще хотел сказать вот это таска деплой ну поскольку деплоить нам нужно ну вот сейчас мы находимся в ветке фича фэрбэйс ее нам никуда деплоить не надо мы деплоим только основной бранч ну в нашем случае это мастер а все остальные бранчи которые мы создаем для разработки нам никуда деплоить не нужно все что нам нужно там сделать это просто проверять на тесты ну и не тесты что проходили что проходил build если там все проходит то мы это можем успешно смежить в мастер и потом уже мастер с новым кодом его уже мы деплоим на сервер вот то есть здесь в этом конфиге как раз это и указано что джоба деплой тут есть у нее раздел фильтры здесь указано что она будет применяться только для бранча мастер то есть вот эти все джобы когда будет запускаться они будут смотреть на какой бронщение запускается если не мастер то деплой будет фильтроваться ну и не будет транса если бранча будет мастер то деплой будет запускаться тоже вот да еще здесь стоит такая пометка что джоба деплой требует выполнения до себя задач билд и тест то есть если вы задача тест свалилась значит явно что-то у нас в коде не так и деплоить ничего не надо ну или если у нас билд свалился то тоже деплоить ничего не надо то есть если только успешный то это прошло если это бранч мастер то тогда только мы деплоим примерно так так что у меня здесь статусе над модулей нету functions загадочный там я надеюсь их там нет от если что перри перетрем а может быть и есть помо так надо написать еще разок кому то же самое ну ладно хорошо проверим сейчас все да еще нам не нужно в коде точнее в своем новике те нам не нужна папка build потому что она генерируется при пилде ее нам тоже надо положить в кит игнор так она сейчас есть тут модифа ит да похоже она была закомичена раньше надо положить кит игнор папка билд она генерируется автоматически хорошо ладно папка build папка паблик надо пока паблик есть да и она надо там лежит у нас более плейд и иконка хорошо да она нужна папка build не нужно это он откуда берет нужно похоже да все таки нужно потому что он берет еще манифестом с паблика берет да а вот это откуда он берет надо проверить появится ли в билде этот файл если появится то нам это не надо так тут ничего не запущено нет тогда папки build лежит она все отлично значит там папка build не нужно откуда она берет ладно это пока неважно так билд гид игнор да в конфиге деплой настроен ну все по идее сейчас я это запущу гид и должно все заработать так что мы сделали мы сделали деплой ся и дроп и фаер пейс хотя нет это я не буду писать рб из мужа и нет или фаер бейс проекты нет вот так я напишу так гид пуш печа фаер пейс ну отлично запущилась давайте посмотрим на сяйку да он увидел эту бранчу запускают на ней джобы последовательно почему он мне говорит что я первую версию использую цифка шел хорошо так но это бранча не мастер это фича фарбейс поэтому деплой на ней ранаться не должен сейчас пройдет тест и билд я надеюсь ну да ну и все на этом он закончит теперь нам нужно как я говорил чтоб это все дело попало в мастер создать пули квест вот он у меня собственно и предлагает я соглашусь кент от мать кле мерч почему что у нас не так с мастером ладно я сейчас посмотрю что у нас не так с мастером гитри бейс мастер up-to-date то что не так тогда ладно сейчас посмотрим конфликт конфиг ямал файле а я разве что-то не забирал ладно сейчас посмотрю и когда я успел там конфликт сделать ладно контракт файл церковь конфиг ямал диска меньшина здесь не закоменчена так мы туда все равно сейчас смешу раскомещены если там будет написано task алло привет так опять микрофон а что уже в россии ладно а как тут мьютать у нас тоже люди болеют только врачам запрещено писать что выглядит непонятно ладно так в той бранче будет вот так вот написано поэтому пожалуй вот это можно закоммитить а что у меня в папке functions а в папке functions у меня остались нуд-модули functions да остались нуд-модули их можно в мастере тоже в гитинг нож добавить чтоб не было тоже конфликтов так functions надмодули что сейчас в статусе ну да теперь functions пропал это можно добавлять так все статус отлично так только я теперь не могу это пушить мастер я не могу это пушить мастер поэтому и придется немного отключить мою проверку на время так верну назад да надо было это сразу сделать но ничего так тесты build что еще все тест ну да да мастер так теперь у меня в мастере кит игнори под шестом модуль да все правильно и здесь у меня раз коменщины а так почему у меня здесь это попало я же я не сохранил файл да я не сохранил файл еще разок у меня не надо на меня давить так да теперь все хорошо единственно у нас сейчас упадет сяйка потому что deploy не пройдет потому что в ветке мастер сейчас еще не проинициализировано фрб из приложения это кто-то не замьют он просто так всякие до запускается мастер тест есть билд есть сейчас должен пойти deploy да и он по идее должен свалиться да но все отлично так теперь нам нужно вернуться назад да давайте вернем рулы я думаю нам больше в мастере ничего не понадобится менять что up to date хорошо пускай будет up to date да блин опять мастер вот так и вот так create так все здесь добавили роллы здесь переключаемся фичи фирбейс и либо из м с мастером а она теперь там все в порядке будет даже ребят не надо нет что-то не в порядке что там не в порядке гид игнори конфликт для строчки перепутал наверно она убил вот добавился да хорошо вот так вот все теперь это все пушим фичи нашу бранчу так да теперь фичи да вот пока сяйка рано идут эти все джобы если открыть сейчас pull request я надеюсь успею открыть вот до full request и мы видим что некоторые проверки еще не завершены и мы не можем смежить наша кнопка меж неактивно пока я circle сяйни прогонит все эти степы джобы мы ничего не смежим и еще там так вот что-то прошло ну да сайф кэш прошел но у нас не рекларика поэтому он никак не влияет на кнопку меж рекларика у нас только 2 2 джобы так я деплой поставил я перепутал разбил должен поставить вернемся сюда до деплой только для мастера деплой не нужно рекорд все теперь все хорошо билд прошел тест прошел можно успешно межить межим branch удалять не будем или будем будем удалять все мы в мастер смерж или и теперь наш мастер должен успешно задеплоиться потому что мы смежили ветку в которой мы проинициализировали фэрбэйс и настроили деплой джоба сейчас проверим так тут еще где то можно посмотреть на workflow workflow фэрбэйс таск running ну да вот здесь видна цепочка задачка какие когда должны выполняться да вот пошел деплой потому что это branch master можно посмотреть так что-то пошло не так из ноты клаудфор стороны был project а а да потому что я деплою все мне нужно деплоить столько только хостинг все правильно здесь нужно записать деплой он ли хостинг вот так это где написал это написал в этой бранче и уже нету каут мастер статус создаем новый бранч назову его backfix deploy хостинг добавлю этот файл закомит па-пам 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 добавлю этот файл каут 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 фай Ну вот, я думаю, что мы пофиксали этот баг. Может, местами надо поменять. Сейчас проверим. Так, а, кстати, Firebase токен он увидел. Токен. Да, Firebase токен видит. Ну да, теперь должно быть все в порядке. Он должен опять же прогнать эту бранчу. Да, надо сделать pull-request на эту бранчу. Create. Так, this branch sort of date with base branch. Почему? А, потому что я смержил мастер. Ну да, все правильно, потому что я смержил мастер. А, нет, я же... А, нет, я из старого мастера все правильно создал. Сейчас потянем. Сейчас потянем. Так, как он назывался? Deploy Hosting. GitBase. Так. Мастер. GitBase. Да. Так. Все, сейчас он заново прочекает все. Так. 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 Нет. 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 Я еще нет. теперь готово все сейчас это между я надеюсь что мастеру успешно задеплоится я надеюсь что мастеру успешно а вот он откуда-то файл берет что его не заметил так ответственный момент о все ну отлично наш деплай прошел и теперь если мы откроем где нашу его игралка вот эту вот обновим страничку у нас по идее здесь будет работать логин да ну вот да отлично все работает в общем я надеюсь вы поняли смысл ся и сервера для чего он нужен и как он позволяет автоматизировать процесс разработки то есть теперь принципе разработчику все что нужно делать просто писать код и создавать во время пол реквесты а за проверку тестов за build приложение за его deployment будет отвечать вот этот сервер так что мы сегодня посмотрели еще мы посмотрели на то что есть фарбезе здесь можно успешно пользоваться хостингом очень удобно сюда же можно складывать функции это мы рассмотрим в дальнейшем следующий раз я думаю мы посмотрим на базу данных и перенесем вот эти тудушки в базу данных будем потягивать их оттуда я расскажу почему она ну да фарбейс хотя ладно да давайте в другой раз все про базу данных продолжим в следующий раз так что на этом я думаю мы закончим спасибо что слушали надеюсь было интересно про базу данных я думаю тоже еще будет интересно впереди запись я сейчас буду компилить и потом выложу на youtube если кому-то понадобится все всем пока и и и и и и и и